Образцовые труды Четыре издания. Это Библия, это книга Мормона, это учение и заветы, одно учение и много заветов и драгоценная жемчужина. Мы с вами будем говорить о каждой из них более подробно, но пока просто имейте в виду, что вот эти четыре книги составляют корпус священных писаний и мормонской церкви. Кроме того, слова современных пророков также считаются священным писанием при одном условии, если генеральная конференция церкви одобрит то, что пророк наговорил. Давайте немножко поговорим с вами о писании, о Библии, что мормоны думают о Библии. Руководители мормонов однозначно признают, что Библия является Божьим Словом и говорят о том, что она очень важна для них. Как они об этом пишут? Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней признает Святую Библию главным из своих образцовых трудов, первой среди книг, провозглашенных ее письменными руководствами в вопросах веры и учения. Члены церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, известные под неофициальным прозвищем мормона, верят Библии. Более того, их верования и обычаи настолько буквально и полно соответствуют учениям Библии, что от знающих людей нередко можно услышать. Если бы все люди верили Библии, все были бы мормонами. Учение Библии – это учение мормонов. Учение мормонов – это учение Библии. Они тождественны. Ну, в общем-то, вы уже видели достаточно примеров того, что никакого тождества в данном случае нет. Все это, конечно, только слова. В действительности отношение мормонов к Библии выглядит совершенно иначе. А богословие мормонов, мы в этом еще убедимся не один раз, кардинально расходится с библейским учением. Итак, первый момент звучит таким образом. Мормоны считают, что Библия искажена и не дошла до наших дней в том виде, в котором была написана. Принципиальная позиция церкви мормонов заключается в том, что в результате злого умысла или нерадивости переписчиков и переводчиков существующий текст Библии, в том числе древних рукописей, необратимо и серьезно искажен. Что очень многие важные и драгоценные места из Писания необратимо и бесследно утрачены. Сегодня мы ими уже не располагаем. Это убеждение опирается не на какие-то данные текстологии, а на слова мормонских писаний. В книге Мормона, первая книга Нефия, 13 глава, 26-27 стихи мы читаем. «И после того, как Писание перешло от иудеев к иноверцам через руки 12 апостолов, ты видишь создание великой и позорной церкви, наипозорнейшей из всех других церквей. Ибо вот удалили из Евангелия Агнца много ясных и драгоценных частей, изъяв из него также много заветов Господних. И все это они сделали, чтобы извратить праведные пути Господни, ослепить очи и ожесточить сердца детей человеческих». Самая известная формулировка отношения к Библии в учении Церкви Мормонов зафиксирована в так называемом «Восьмом символе веры». У мормонов в одной из их книг священных находится список из 13 пунктов суммирующих вероучение. Называется это «Символы веры Церкви Иисуса Христа святых последних дней». Вот восьмой символ веры или восьмой пункт символа веры, если хотите, звучит таким образом. «Мы верим, что Библия – это Слово Божие, постольку, поскольку она переведена правильно». Но я думаю, что после наших разговоров о переводе Нового Мира, свидетелей Иегова, и после других разговоров по поводу того, как люди искажают текст Писания, наверное, в какой-то мере мы с этим согласимся. Действительно, Библия можно назвать ее Словом Божьим ровно в той мере, в которой перевод, который мы с вами держим, сделан аккуратно, точно и с соблюдением того, о чем говорится в оригинале. Проблема в том, что мормоны имеют в виду нечто совершенно другое. Они имеют в виду, что Библия искажена не только в переводах, которые у нас сегодня есть, она искажена в самой своей сути, в самих своих первоначальных рукописях, которые мы сегодня располагаем. Один из первых мормонских апостолов, Орсен Пратт, писал следующее. Если даже признать, что апостолы и евангелисты действительно писали книги Нового Завета, само по себе это не доказывает, что они были вдохновляемы свыше, когда писали. Прибавьте всю эту неясность к неточности перевода. И кто в здравом уме хотя бы на мгновение может предположить, что Библия в ее нынешнем виде может быть совершенным руководством? Кто знает, избежал ли хотя бы один из тех Библии осквернения настолько, чтобы сейчас передавать тот же смысл, что и в оригинале? Ну, Орсен Пратт на самом деле достаточно крайний был человек. И те взгляды, которые он залагает в этой цитате, мало кто из мормонов современных подтвердит. Мало кто с ними согласится именно в таком виде. Однако, эта лазейка, упоминание о том, что из Библии было украдено или потеряно много драгоценных мест и частей, а другие были неправильно переведены, она позволяет мормонам всякий раз, когда в их вероучении возникают проблемы с Писанием, сказать, а в этом месте Библия неправильно переведена или здесь в Библии чего-то не хватает. Появляется удобная лазейка для того, чтобы решать все противоречия, которые у них с Библией существуют. Главная проблема, которую мы видим в этом учении мормонов, это то, что они нигде никогда и никаким образом не приводят ни полный, ни частичный список тех искажений, которые якобы были внесены в Писание. То есть, мормоны постоянно говорят, что Библия была искажена, нигде и никогда они не приводят список тех искажений, которые якобы там появились. По сути дела, можно объявить искаженным любой стих, который себе не понравился. Просто потому, что ты исходишь из общего принципа, что Писание было искажено. Свердства истории и текстологии полностью игнорироваться. Ни один мормон не знает историю христианского Писания. Он не знает того, как мы получили современный греческий текст. Он не знает, на чем основываются христиане, когда говорят, что у нас есть достаточное количество рукописных свидетельств, чтобы быть уверенными, что наш текст точно такой, каким он был в времена апостолов. Мормоны этого просто не знают, их этому не учат, они не читают соответствующие книги. Если бы они почитали хотя бы текстологию Нового Завета Брюса Мецгера, их взгляды на это изменились бы совершенно радикальным образом. Но, увы, они этого не делают. На основании приведенного выше текста из книги Мормона, Церковь Мормонов утверждает, что Библия не только искажена, но еще и не полна. В доказательство этого они ссылаются на так называемые отсутствующие книги в Писании. Как вы знаете, время от времени Библия говорит о неких книгах, которые были написаны, которых в каноне нашего Писания сегодня не существует. Вот что пишет по этому поводу официальный сайт Церкви Мормонов. Библия, однако, не является последним божьим откровением человечеству. К тому же этот сборник священных писаний не полон. Сама Библия говорит о других авторитетных книгах Писания, в том числе о записях Нафана Пророка, Иуя, Еноха, о пророчествах Ахии, о видениях Прозорливца Иоиля и даже о пропавших посланиях Павла. Помните, да, апостол Павел во втором послании упоминает некое послание, которое он якобы написал в промежутке между первым и вторым посланием. Между тем, у нас нет ни малейших поводов полагать, что все упомянутые книги были когда-либо богодухновенным Писанием. Потому что далеко не всегда Писание ссылается на книги, которые Писанием можно считать. Время от времени, например, новозаветные авторы ссылаются на писание современных им языческих писателей. Вспомните того же апостола Павла, который периодически цитирует книги языческих философов и поэтов. В послании Иуды, первая глава, девятый стих, есть ссылка на явно апокрифическую книгу, которая никогда не входила в канон Священного Писания. Но все эти ссылки не делают цитируемые источники более богодухновенными, чем они есть на самом деле. Вернее, вообще не делают их богодухновенными. Точно так же, как если современные проповедники цитируют, скажем, трагедию Шекспира, это не делает цитируемую трагедию Священным Писанием. Просто цитата, за которой не стоит богодухновенного Писания. Интересная вещь заключается в том, что мормоны постоянно говорят о неполноте и искаженности библейского текста. Мы еще с вами будем говорить об очень интересном моменте в истории мормонской церкви, когда Джозеф Смит издал свой собственный перевод Библии, который назывался «Перевод Джозефа Смита», который мормонская церковь так и не признала. Он сегодня не является официальным писанием мормонской церкви. Но интересно, что когда Джозеф Смит написал или издал свой собственный перевод Библии, который он тоже совершил даром и силой Божией, в этом переводе он не восстановил ни одной утраченной книги, которая в Библии упоминается. Наоборот, он еще одну книгу убрал. В переводе Джозефа Смита находится всего 65 книг. Одну книгу, которую он выкинул из нашего канона, это книга «Песня песни». Трудно сказать, на каком основании. Согласно некоторым упоминаниям, он сказал, что Бог ничего подобного написать не мог. Но так или иначе, в переводе Джозефа Смита нет не только утраченных книг, но и отсутствует одна книга, которая на самом деле однозначно является богодухновенной. И ко всему прочему, Джозеф Смит не исправил тех моноготических искажений, которые якобы были внесены в текст священного писания. Напротив, он еще и дописал какие-то новые, совершенно взятые с потолка, фразы к тексту священного писания, для того, чтобы согласовать его со своими учениями. Мы потом с вами еще к этому вернемся. Соответственно, если Писание, если Библия является искаженным и неполным источником, то она недостаточно как основание вероучения. И поэтому образцовые труды мормонов заставляют мормонов верить в то, что Библия — это не единственное священное писание, которое было дано человечеству. Некоторые мормонские миссионеры объясняют, что у каждого из 12 колен Израилевых было свое писание, которое Бог им дал. Но 12 колен, 11 колен было потеряно. У нас сохранилось, дошла до наших времен только одно писание, которое было дано колену Иудину. Это Библия. А книга Мормона представляет собой писание, которое было дано колену Иосифову, жившему в Америке. То есть, таким образом, где-то еще находятся 10 писаний, которые были даны пропавшим коленам Израилеву. Однако, это то, что говорят обычно миссионеры, официальным учением церкви это не является. А вот что официально церковь говорит по этому поводу, мы читаем в книге Мормона, вторая книга Нефия, 29 глава, 6 по 13 стих. «Ты, безумец, скажешь Библию. У нас есть Библия, и никакой другой Библии нам не нужно. Откуда же вы достали Библию, если не от иудеев? Не знаете ли вы, что существует больше, чем один народ? А потому каждому народу я возвещаю одни и те же слова. И когда сойдутся вместе два народа, сверство их также соединится вместе. И я делаю это для того, чтобы доказать многим, что я есть тот же самый вчера, сегодня и вовеки, и по воле моей изрекаю слова мои. И не должно вам думать, что если я изрек одно слово, то не смогу изречь еще другого. Ибо дела мои не закончены, и не закончатся они ни с концом человечества, ни после того времени, ни во веки веков. А потому, если у вас и есть Библия, то не думайте, что в ней содержатся все слова мои. Не думайте, что я не повелел, чтобы еще больше было написано. Ибо я велю всему человечеству, как на востоке, так и на западе, как на севере, так и на юге, и также на морских островах, чтобы они записали слова, которые я изреку им. Ибо по книгам, которые будут написаны, буду я судить весь мир, каждого человека по делам его, и согласно тому, что написано. Ибо вот я буду говорить к иудеям, и они запишут. Буду говорить также к нефийцам, и они запишут. Буду также говорить другим коленам дома Израилева, уведенным мною, и они запишут. И буду говорить ко всем народам земли, и они будут писать слова мои. Избудется так, что иудеи будут иметь слова нефийцев, а нефийцы будут иметь слова иудеев. Нефийцы же иудеи будут иметь слова пропавших колен Израилевых, и пропавшие колено Израилево будут иметь слова нефийцев и иудеев. То есть получается, что едва ли не каждому народу Бог послал какое-то свое писание, в котором сообщил одни и те же слова. У каждого народа было одно и то же Божие откровение. И сегодня у нас с вами есть только два писания, которые мы знаем. Это Библия, писание, которое было дано иудеям. И это книга Мормона, писание, которое было дано потомкам колена Иосифова, которых называли нефийцами, которые жили на американском континенте. И по идее в них должно быть записано одно и то же вечно Евангелие. Одни и те же слова Мои, потому что, как здесь мы читаем, Бог говорит, я всем народам говорю одно и то же. На самом деле между Библией и книгой Мормона есть серьезные противоречия, как мы с вами еще убедимся. И из этой цитаты на самом деле не совсем понятно, почему безумен тот человек, который говорит, что не нуждается в священных книгах, якобы написанных другими народами. В приведенном цитате ясно сказано, что Бог возвещает каждому народу одни и те же слова. И поэтому, если даже вы соберете все эти книги, якобы написанные всем народом, то по идее вы ничего большего узнать не сможете, потому что всем народам, даже по учению самих мормонов, Бог возвещает одно и то же. Однако за этим у мормонов стоит следующая логика. Они говорят о том, что раз Библия была полностью искажена, и мы не можем ей доверять, то нам необходима другая книга, которая не подвергалась искажениям, которая была спрятана от людей в течение долгого времени, для того, чтобы сегодня заполнить те пробелы, которые в Библии присутствуют. Потому что в этой второй книге все это учение сохранилось в неизмененном виде. И поэтому полностью вот этот самый восьмой символ веры звучит таким образом. Мы верим, что Библия есть Слово Божие настолько, насколько она правильно переведена, и также верим, что книга Мормона является Словом Божиим. Точка. Потому что книга Мормона, как они считают, никаким искажениям не подверглась. Но мы с вами еще поговорим о том, насколько это все неверно. Для человека, доверяющего Библии, сам этот разговор вообще не имеет никакого смысла. Потому что Господь ясно и недвусмысленно говорит нам в Писании, что Слово Божие было вверено именно иудеям. Помните, послание к римлянам апостол Павел пишет, что Слово Божие произошло от иудеев. Именно их поручение, их задача, их миссия была в том, чтобы не днести до людей Слово Божие, Ветхий Завет. То есть именно потомкам иуды и даже не представителям других колен израилевых. Именно колену иудиному, как избранному из 12 колен израилевых. Послание к римлянам, 3 глава, 2 стих. Слово Божие. Слово Божие.